всем огромный привет я очень рада видеть вас сегодня на моем канале я на какое-то время пропала и еще на какое-то время буду периодически пропадать потому что у меня сейчас произошли небольшие изменения и мне нужно к ним привыкнуть и мне нужно научиться совмещать мою жизнь свою любимую хобби так что спасибо вам огромное за то что вы интересуетесь как у меня дела и где я я здесь все хорошо спасибо огромное что помните о мне и конечно же отдельное спасибо всем тем кто поздравил меня с днем рождения мне безумно безумно приятно у меня конечно не получилось это как-то анонсировать в инстаграм потому что мне туда тоже некогда выкладывать фотографии но спасибо вам огромное что помните что поздравляете и что говорить мне такие приятные слова и отдельное спасибо тебе моя дорогая анечка я знала что ты будешь меня смотреть придите в огромный спасибо тебе огромное за такой просто потрясающее поздравление повторение в instagram мне было безумно приятно что ты это сделала и меня это очень очень обрадовала очень порадовало спасибо тебе большое я тоже тебя очень очень сильно люблю ну и давайте приступим к теме видео сегодня я покажу все свои пустые баночки которые которые у меня закончились в мае месяце, и их было достаточно много. У меня было также еще большое количество пробников, я потела на марку Kiehl's. Но обо всем, обо всем я расскажу чуть позже. Итак, по традиции сверху вниз пойдем, и первое, что закончилось, это шампунь от Macadamia Natural Oil. У меня есть отдельное видео, мне очень понравился этот шампунь, и я буду приобретать его в полноразмерной версии, так как закончилась у меня миниатюрка из набора. Шелковые, гладкие, напитанные, блестящие волосы, вот то, что делает этот шампунь. Но он подходит именно для склонных сухостей и для сухих волос, для других, боюсь, что будет перегружать. Следующее, что закончилось, это многочисленное количество гелей для душа. И первый из них, это марка Aven, Трикзера знаменитый, гель очищающий. Он подходит как для лица, так и для тела. Это когда-то дерматолог прописывал моему сыну. Пользовались мы все, здесь еще даже осталось. Он отвратительно пахнет, он не очень хорошо пенится. И, честно говоря, для атопической кожи, которая действительно сухая или появляются какие-то, может быть, даже сухие чешуйки, вот эта вещь нам абсолютно не помогла. И еще раз прихожу к тому, что марка Aven, наверное, ну совсем как-то не мое, хотя и моим ближайшим родственникам тоже этот гель не понравился. Следующее, что закончилось, это все три геля для душа от чистой линии, которые я покупала не так давно. И вот все три они использовались. Совсем они не экономичные для того, чтобы, знаете, так хорошо принять душ, чтобы хорошо все это пенилось, достаточно большое количество нужно выливать. Первое, которое закончилось, это источник увлажнения, гладкая кожа, клубника и мелиса. Прозрачный гель, очень вкусно пахнет. Кожу они, в принципе, не сушат. Следующее, интенсивное питание не сушит кожу, это облепиховые ягоды и брусника. Такой кремообразный гель, тоже достаточно неплохой, и запах у двух предыдущих гелей очень даже приятный. Ну а то, что касается крема геля для душа, упругость, который тоже не сушит кожу, с соком малины и ежевики, то он кремообразный, тоже все в нем неплохо, но запах просто отвратительный. Это, знаете, какая-то такая молочная сыворотка с малиной, я не знаю, какой-то протухший малиновый йогурт, может быть, не понравился вот этот аромат. Не знаю, не могу вам его абсолютно рекомендовать. Предыдущий попробуйте, вот этот малиновый, что-то отвратительное какое-то. Для тела также закончился от марки Гуамо, это мне дарили на какой-то праздник. Это крем антицеллюлитный, с таким охлаждающим эффектом, как, в принципе, он заявлен. Приятный кремообразный, он хорошо наносится, достаточно быстро впитывается, никакого особенного охлаждающего эффекта я вообще не заметила. Что он как-то работает, тоже я бы не сказала. Знаете, такой просто неплохой, увлажняющий, может быть, слегка подтягивающий крем для тела. Не знаю, я такие возлагала надежды на марку Гуамо, но я буду ее все-таки еще пробовать, потому что очень многие хвалят различные средства. Возможно, просто это средство ни о чем. Буду искать что-то более, может быть, интересное, что-то более такое подтягивающее и разглаживающее. Следующий средство, которое закончилось, это несколько кремов для депиляции. Депиляцию я провожу на всех, наверное, тех зонах, на которых мы ее проводим. У меня просто скопилось 4 крема таких достаточно бюджетных, скажем так, и сегодня, наверное, о двух закончившихся я быстренько вам расскажу, потому что я даже себе делала такую бумажку для того, чтобы ничего не забыть, что вам можно рассказать. Итак, первый крем, который закончился, это марка Эвелин, наверное. Ультра-нежный депилеторный крем для чувствительной и склонной к аллергическому реакции кожи. Значит, что я могу о нем сказать? Он густой крем, но при этом он хорошо наносится. У него нормальный запах. Выдерживала я его 10 минут. Снял волосы он просто все на отлично, но после того, как все это снялось, была такая легкая краснота. На следующий день были гладкие ножки, никаких покраснений больше не было. Шпателями, которые находятся в этих коробках, я не пользуюсь. И приблизительно где-то чуть меньше, наверное, недели уже можно было возвращаться к нему еще раз, для того, чтобы провести второй раз депиляцию. Неплохой крем, мне, в принципе, понравился. Ну, возможно, возьму когда-нибудь, возможно, буду пробовать что-то новое. Следующий крем, который закончился, это марка Вельвет, крем для депиляции, также для чувствительной кожи. Что здесь? Он крем-гель, очень легко наносился, запах у него просто ужасный, просто отвратительный. Держала я его 15 минут, можно даже 20, снял волосы просто на отлично, и красноты абсолютно никакой не было. На следующий день все было хорошо, без красноты, ножки были очень гладкие. Еще раз скажу, что шпателями отсюда я не пользуюсь. В основном я пользуюсь, открою вам маленький секрет, очень удобно снимать какой-нибудь старинный, я не знаю, сейчас продаются они или нет, железной пилкой. Вот она настолько хорошо все это снимает, что шпатели рядом не стоят. И тоже приблизительно нужно где-то 6 дней, для того, чтобы снова вернуться к этому крему, для того, чтобы провести еще раз один сеанс депиляции. Но к Вельвету, наверное, я больше не вернусь. Он отличный по тому, как он работает, но его запах, это вот эти 15 минут, просто можно задохнуться и умереть. Следующее, что закончилось, это несколько средств для ног. И первое, что закончилось, это вот такая вот соль от Organic Shop. Это соль для ванночки педикюра, как вы видите, на морской соли и лимонграссе. Отличная просто соль. Я ее покупаю, по-моему, уже не в первый раз, и обязательно к ней вернусь еще не раз. Она изумрудная, она дает изумрудный оттенок воде, она дает пену, приятный аромат, и ножки вообще себя чувствуют очень хорошо после этой ванночки. Мне очень нравится эта соль, так что могу вам ее рекомендовать. Следующее, что закончилось, это два крема для ног. Первый из них я использовала как утренний, либо как крем для снятия усталости. Это Планета Органика, охлаждающий крем-гель для ног, для снятия усталости. Когда-то я его показывала то ли в покупках, то ли зимой, по-моему, это было либо в применении, и говорила о том, что он безумно холодит, и я прям замерзаю, оставлю его на лето. Но вот пришло лето, и я его достаточно быстро вымазала, и лето, вы знаете, не так вот сильно охладил, как он это делал зимой, но достаточно приятное средство. Он гелеобразный, очень легко наносится, аж там устали ноги, аж там до колена его нанесите. Да, охлаждает, да, слегка это делает. Почему-то зимой охлаждал намного сильней. Слегка снимает усталость, приятное средство. Не знаю, вернуть к нему или нет. Возможно, возьму еще, потому что он, ну, совсем-совсем бюджетный, и все-таки что-то там он делает. Следующий крем, который закончился, это крем для ног. Он, по-моему, да, он восстанавливающий, от Ивроше. Ну, как обычно, я его купила, начала его использовать, не прочитав инструкцию, и он оказался безумно жирным, безумно питательным, безумно восстанавливающим. Я поняла для себя, что его, наверное, мне даже можно использовать один-два раза в неделю. Оказалось, что на инструкции именно так и написано. Он потрясающий, я в него просто влюбилась. Сейчас у меня от Ивроше питательные просто крема, но к этому восстанавливающему я вернусь обязательно, могу вам его 100% рекомендовать. Если у вас нормальные ступни и у вас нет каких-то проблем, то вы действительно можете использовать один-два раза в неделю, и вы будете очень-очень довольны. Ну, а если у вас какие-то запущенные ножки, то я могу вам его посоветовать, порекомендовать, потому что он действительно отлично просто работает. Он за ночь восстанавливает ноги, он их прям настолько пропитывает, настолько глубоко это делает, мне очень понравилось. Ну, и последнее для ног, что закончилось, от The Body Shop у меня закончился вот этот их мятный ментоловый спрей для ног, для того, чтобы снимать усталость. Распрыскиваете. С утра было очень приятно. Он действительно неплохо охлаждает. Я думаю, что если к нему прикупить еще какие-то средства от The Body Shop, там у них, по-моему, есть какие-то и крема, и гели, то думаю, что вместе они будут еще лучше работать. Но на самом деле это такая безделушка. Начинает холодить минуты через 2, охлаждает минут 10, ну и в принципе заканчивается тоже он очень-очень быстро. Неплохая вещь, ну не знаю, честно говоря, нужен ли он на постоянную какую-то основу. Хочется, наверное, что-то более интенсивного, чтобы часами охлаждались ноги. И для рук у меня закончился вот такой вот скраб. Я его как-то показывала в покупках. Это Планета Органика, скраб для рук на масле авокадо. Обыкновенный скраб для лица, который от чистой линии. Вот эти вот какие-то косточки абрикосовые, что ли. Да. Вот то же самое. Да, он может существовать. Он неплох для рук. Что-то там даже скрабирует. После себя оставляет такую, как кремообразную, даже можно сказать, пленку. Ну, я думаю, что это на самом деле такая ерунда, что больше я его точно, наверное, не возьму. Хотя, может быть, и возьму. Ну, и раз я коснулась темы рук, сразу скажу, что я выбрасываю достаточно большое количество различных средств для ногтей. В основном они все полные, потому что они меня не устраивают. Они лежат, делают вид, что у меня что-то есть. Когда я хочу чем-то воспользоваться, оказывается, что это полнейшая ерунда. Итак, выбрасываю я вот эту вот сушку-спрей от Орли. Я уже об этом говорила. Она ничего не сушит. Она не то, что там несколько слоев лака не может просушить, она один слой лака не может просушить. Как я ни пыталась наносить, на каком бы расстоянии, точнее, я ни пыталась наносить, все равно остаются какие-то капли. Лак становится не глянцевым, а каким-то даже матовым, каким-то резиновым. Он, мне кажется, еще хуже сохнет. Поэтому вот эта вещь по мне, так вообще какая-то бесполезная ерунда. Как я первый раз ее попробовала, так потом еще несколько раз попробовала и поняла, что это абсолютная ерунда и никому-никому не могу ее посоветовать. Следующее, что выбрасываю, это база от OPI. Называется она укрепляющее средство для чувствительных и слоящихся ногтей. Вот эта вот, которая оранжевая. Девчонки, это какая-то ерунда. Она ничего не укрепляет, она ничего не делает для моих личных ногтей. Я знаю, что многие плюются на базы OPI и помимо этого проводила даже эксперимент, как бы наносила, наносила, наносила и действительно эта база придает ногтям желтый оттенок. Это не то, что она сама по себе как будто желтая окрашивает ногти. Нет, смываете эту базу, ногти все равно какие-то желтые. Не знаю, может быть там какой-то витамин Е желтый и он настолько сильно пропитывается ногтям, но это просто отвратительно, поэтому все это летит в помойку. Следующая база, которую выбрасываю, на самом деле она отличная, в ней осталось вот совсем чуть-чуть, но она уже загустела, ей наверное уже года два. И это как раз таки база от ESI, вот таким вот образом она называется. Она увлажняющая основа для ногтей, очень-очень хорошая, легко наносится, быстро сохнет, помогает действительно ногтям быть увлажненными, как-то там чуть быстрее может быть расти. Хорошая база, база ESI вообще меня полностью устраивает. Следующее, что выбрасываю, знаменитое средство от Sally Hansen, это Mega Shine, не могу я им пользоваться, все, очень многие, наверное, от него восторги. Да, он быстро сушит, но все мои лаки он стягивает, ну, мне просто не нужна такая вещь, я не могу ей пользоваться. И выбрасываю вот такую вот малюточку лака, это лак тоже от OPI, такой вот розовенький, это из коллекции Mickey Mouse, что-то там, по-моему, осенью выходило, там один песочный и три таких красно-розовых оттенка, все те три оттенка очень хорошие, вот этот розовый, он плешивит, он полосит, и причем я его пробовала три раза, и каждый раз забывала, мне-то хотелось вот этого розового оттенка, что я его беру, крашу, и потом вспоминаю, что три-четыре слоя, и все равно маникюр просто в безобразном состоянии, поэтому вот этот вот оттенок из старой коллекции Mickey Mouse розовый, не берите его, он очень сильно плешивит, сколько бы слоев вы не нанесли. Ну и дальше несколько средств, которые у меня закончились для лица, и кое-что из декоративной косметики, для лица у меня на этот раз закончились только тоники, потому что практически, наверное, целый месяц я пользовалась различными пробниками, не знаю, влезет ли это сейчас, либо я сделала какую-то отдельную часть, потому что у меня реально целая стопка различных пробников, но они настолько интересны, что я хочу вам о них рассказать. Итак, давайте пройдемся по тоникам. Очередной тоник у меня закончится от Stop Problem, это тоник салициловый для комбинированной кожи, есть для чувствительной, есть для жирной, все хорошие, все решают действительно проблему с какими-то высыпаниями и неровностями кожи. Также у меня закончилась розовый тоник или розовая вода от Star West, который я заказывала на iHerb. Неплохой тоник, неплохая, наверное, водичка розовая, но я не могу сказать, что я настолько влюбилась, что буду покупать. Скорее всего, ну, такую воду я точно не куплю, возможно, я еще попробую когда-нибудь что-нибудь, потому что я прихожу к мнению, что как-то, ну, вот, который раз я вот уже говорю о том, что я и натуральная косметика, это какие-то такие разные, мы очень параллельно идем, не случаются у нас любви. Закончился тоник у меня Деклер, наконец-таки он у меня закончился, здесь было 400 мл, когда-то покупала на вот этих сумасшедших днях в Стокмане 400 мл за какие-то, за 750 рублей, отличный тоник, он очень хороший, он увлажняющий, он действительно потрясающе увлажняет кожу, даже если вас стянуло, перетянуло после того, как вы умылись чем-то неудачным, этот тоник мгновенно восстановит вашу кожу. Для нелюбителей каких-то гадостей внутри, сразу скажу, что здесь на последнем месте несколько различных парабенов, ну, я, наверное, не тот человек, который боится всего этого, мне, наверное, чуть побольше химии и с моей кожей будет все в порядке, потому что моя кожа натуральная все очень-очень сильно реагирует, хороший тоник, возможно, когда-нибудь я к нему вернусь, но в ближайшее время однозначно не вернусь, во-первых, потому что теперь я влюблена в марку Kiehl's и, во-вторых, он мне просто надоел, 400 мл тоника это очень много, хочется быстрее, быстрее что-то сменить. Следующее, что выбрасываю, это два средства из декоративной косметики, я выбрасываю помаду Givenchy, одна из моих любимейших помад, я когда-то ее показывала в пяти любимых моих помадах, отличный, просто великолепный оттенок, я не знаю, продается сейчас такие помады или нет, это Rouge Interdit Shine 0,3 оттенок, холодный, серебристыми блесками, он потерял свой аромат, и почему выбрасываю, потому что не так давно я ее нанесла, что-то она у меня вся как-то скомкалась, губы мои все как-то перекосила, просто выбрасываю, но помада в свое время была наилюбимейшей, закончился у меня наилюбимейший просто мой продукт от Laura Mercier, я сейчас покажу, как он называется, это такой консилер и корректор в одном флаконе, но когда-то я показывала эти средства в покупках, и к сожалению, с клубники мне пришла одна половинка сухая, но я ее сразу выбросила, а вот другая половинка здесь как раз-таки был такой лососевый консилер, который отлично подходил для синячков и вообще для каких-то изъянов, очень понравилось это средство, не знаю, возьму ли я подобное лососевое такое средство от Laura Mercier, но возможно возьму у Bobby Brown, но возможно и здесь возьму, я не знаю, мне кажется, что они очень похожи, но вот этот вот лососевый оттенок и такая правильная-правильная текстура, которая никуда не плыла, никуда ни в какие складки, ни в какие морщинки не попадала, вот как вы наложили, припудрили и все просто вот идеально, возможно возьму у Laura Mercier такую же вещь, только по-моему еще там пудра есть, очень-очень понравилась, просто великолепный, отличный консилер был и закончилась у меня, наконец-таки закончилась у меня туалетная вода дочь Кабана, это трешечка императрица, у меня был 100 мл, я душилась им несколько лет, я любила его очень и меня никогда не смущало то, что все говорят про него, что он какой-то там компотный или еще какой-то, для меня он не компотный, для меня он сладкий, фруктовый, теплый, насыщенный, обволакивающий и действительно какой-то, знаете, такой превращающий вас в какую-то королевишну, хороший аромат, но если мне кто-то подарит, я буду пользоваться с удовольствием, но сама я больше на него, наверное, свой глаз не положу, потому что мои пристрастия в парфюмерии немножечко меняются, я направила свой взор в сторону нынешней парфюмерии, поэтому, наверное, императрица больше у меня не появится, но это был неплохой аромат, который я думаю, что вы все прекрасно знаете, и он настолько уже изъезженный, что в последнее время хотелось его уже побыстрее просто закончить. Итак, на этом я свое видео закончила пустых баночек, которые у меня закончились в мае, но о пробничках, которые я пробовала и которыми я практически пропользовалась весь май, я сейчас сниму отдельное видео, чтобы это видео не было таким долгим и нудным. Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы интересуетесь мной, еще раз спасибо вам огромное за то, что вы поздравили меня с днем рождения, мне было очень-очень приятно, я безумно вас люблю, я безумно вас ценю, но мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.